я приветствую вас возлюбленная благословенная церковь суса христа сегодня воскресенье и нашей церкви снова богослужения приглашаем всех давайте помолимся дорогой небесный отец этот хлеб это тело твое это вино это кровь твоя ты сказал ешьте мое тело пейте мой кровь и будете иметь жизнь вечную ядущий твой плоть и пьющий твой кровь имеет жизнь вечную кто не будет есть плоти сына человеческого и пить его крови тот не будет иметь в тебе жизнь ядущий твой плоти пьющий твой кровь имеет жизнь вечную ты хлеб чеснебес Иисус ядущий тебя не умрет вовек мы благодарны тебе Господь за вечную жизнь в сыне твоем Иисусе Христе и сегодня открывайся нам еще во имя Иисуса Христа Аллилуйя потому что ты не следимый Господь и мы всю вечность будем познавать тебя и будем преобразоваться в твой образ все больше и больше во имя Иисуса слава тебе Господь слава тебе наш небесный сердце спасибо тебе Господь и пусть все что будет сегодня звучать из моих уст во имя Иисуса Христа оно проникает до разделения духа и души составов мозгов судит помышление и намерение сердечное я благодарю тебя Господь пусть то слово которое ты будешь говорить сегодня просвещает всякую тьму во имя Господа Иисуса Христа совершай все по воле твоей Господь духом твоим святым Аллилуйя царствуй Аллилуйя во имя Иисуса Духом усы убивай нечестивого во имя Иисуса Христа Аллилуйя слава тебе Господь Пусть твое желание во имя Иисуса Пусть твоя воля, твоя слава, твое царство Аллилуйя оно проявляется Аллилуйя все больше и больше через нашу церковь во имя Господа Иисуса Христа И пусть во всем во всей полноте во имя Иисуса во всем всем совершенстве Аллилуйя Ибо любовь есть Совокупность Совершенство Аллилуйя И пусть оно проявляется действует в моей жизни в нашей церкви в жизни тех слушающих кто слушает меня во имя Иисуса Христа в первую очередь в моей жизни во имя Иисуса Христа Аллилуйя это слово действует во имя Иисуса Аллилуйя и производит свое действие благотворное во имя Иисуса Христа приносящее все твое щедроты все твои благословения всю твою любовь все и все чем ты хочешь благословить и все что ты хочешь дать и все что ты хочешь показать во имя Иисуса Христа пусть это будет показано проявлено во имя Иисуса Христа освящено Аллилуйя и открыто для меня и для тех кто слушает меня во имя Иисуса Христа молюсь и успех наш да будет для всех очевиден во имя Господа Иисуса Христа молюсь Аминь ешьте то все спасибо спасибо Сегодня мы споем песню-молитву, которая называется «Не от мира сего». Она родилась 14 января 2011 года. Пойте вместе со мной, молите, пой, друг мой, песню молитвами со мной. Если весь мир ненавидит меня, Я знаю, есть один, кто любит меня. Это ты, Иисус, любовь настоящая, безусловная, неприходящая. Их же весь мир я приобрету, За души своей поврежу. Лучше потеряй ее для тебя, Иисус, Тогда ее берегу. Потому ненавидит мир в меня, Что я не от мира сего. Ты, былая над миром, Что мир любил бы твое. Потому ненавидит мир меня, Что я не от мира сего. Если бы была я от мира, Что мир любил бы твое. Что не от мира сего. Искрой лист. Ненавидит меня. Искрой листей finals. Что плод мой пребывал, Ты меня не сбрал. Но когда попрошу, Чего отца, А имя твое он мне дал, Потому ненавидит мир меня, Потому что я не от мира сего. Если б была я от мира, То мир любил бы твое. Потому ненавидит мир меня, Потому что я не от мира сего. Если б была я от мира, То мир любил бы твое. Аллилуйя! Слава нашему Иисусу! Слава нашему Господу! Знаете, у меня родилась новая пословица и поговорка Царства Божьего, которая звучит так. От ненависти до любви нет расстояний. Аминь! Слава Иисусу! Иисус сказал, если в мире будете иметь скорбь, Но умножайтесь. Я победил мир! Аллилуйя! Мы победители. Мы все равно одержим победу. Несмотря ни на что. Несмотря ни на какие обстоятельства нашей жизни. Дьявол не украдет у тебя твою радость. Потому что радость наша в Господе. Аллилуйя! Любовь наша в Господе. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Аллилуйя! Слава Господу! Никто не сможет забрать у тебя радость. Аллилуйя! И наслаждение. Потому что единственный источник нашего счастья, радости, наслаждения, это Господь. Аллилуйя! Все остальное нам прилагается. Аллилуйя! Все будет так, как я хочу. Даже лучше. Аллилуйя! Скажи, все будет так, как я хочу. Даже лучше. И вообще. Скажи, все так, как я хочу. И даже лучше. Аллилуйя! Слава Иисусу! Мы, конечно же, будем провозглашать положительное исповедание в нашей жизни сегодня. То, о чем мы говорили на прошлом богослужении, то, о чем мы говорили на позапрошлом богослужении, то, о чем мы провозглашали своими устами. Посмотрите, пожалуйста, драгоценные, вот, и повторяйте за мной, вот, то, о чем мы будем исповедовать, кто мы есть во имя Иисуса перед Богом. Нам нужно не забывать, кто ты, кто я. Аллилуйя! Скажи, я царственное священство, святой народ, взятый в дел Бога. Аллилуйя! Я святой, я праведный, я совершенный. Аллилуйя! И так далее и тому подобное. Я враг дьяволу. Аллилуйя! Я возлюбленный Господом. Аллилуйя! Я избран Господом. Аллилуйя! Я и Отец одно. Я и Христос одно. Я победила мир в своей вере. Я победил мир в своей вере. Я прекраснейшая из женщин. Я прекраснейшая из мужчин. Я словно лилия среди тернии. Я возлюбленная твоя среди девиц. Что яблоня между лесными деревьями. То возлюбленный мой между юношами. Аллилуйя! И я талантливая. Я милосердная. Я долготерпеливая. Я кроткая. Я талантливая. Я святая. Я чудесная. Я сверхъестественная. Аллилуйя! И так далее и тому подобное. В общем, ищите в Священном Писании, какой Господь. И впитывайте это в себя. Потому что какой Господь, такой и я. Аллилуйя! Потому что мы, с кем поведешься, от того и наберешься. А если ты повелся с Богом, то ты от Него наберешься. Непременно. И станешь похожим на характер. Характером на Бога. Станешь похожим на поступками на Бога. Вот. Все, что присуще Богу, будет присуще тебе. Потому что Бог не разделяет нас с собой. Он, наоборот, соединяет нас с собой. Он все сделал для того, чтобы соединить нас с собой. Посмотришь на Голгофский крест, на котором умирал Иисус. И Он проливал свою кровь. Это и есть любовь. Это и есть умилостивление за грехи наши. Бог показывает, насколько сильно Он ненавидит грех. Насколько сильно Он ненавидит грехи и преступления. Все, что творится в этом мире. То, что противно Богу. На кресте Бог где-то показывает свою ненависть. И в то же самое время показывает свою любовь. Вот. Что Он отдал за нас свою жизнь. Да? На кресте. Отдался Его Сына. Вот. И показывает свою любовь к этому миру. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно. Аллилуйя. Бог не хочет, чтобы кто-то погиб в этом мире. Этот мир, который ненавидит Иисуса. Да? Ненавидит тебя, потому что ты верующий в Иисуса. Вот. И Бог любит этих грешников. Да? И Он хочет, чтобы каждый грешник покаялся и был спасен. Аллилуйя. И пришел на сторону Бога. Аллилуйя. И поэтому и родилась эта поговорка. От ненависти до любви нет расстояний. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Иисусу. Нет никаких расстояний между нами и Богом. Потому что Бог упразднил всякую преграду. Да. Упразднил всякую преграду между Богом и человеком. Да? Чтобы сделать нас с Ним одним целым. Аллилуйя. Соединяющийся с Господом. Есть один Бог с Господом. И мы плоть от плоти Его. Кость от кости Его. И апостол Павел говорил, что я ревную вас с ревностью Божью. Что я обручу вас единому мужу. Аллилуйя. И слава Иисусу. Аллилуйя. Потому что написано. Соединяющийся с блудницей. Есть одно тело. Да. С ней. Вот. И поэтому нам нужно убегать. Блуда написано. Да. И вот. Аллилуйя. Слава Господу. Нам нужно привлекаться к Иисусу. Аллилуйя. Слава Господу. Блуд он в разных бывают. В разных проявлениях. Вот. И с этим Бог будет бороться. Вот. Из нашей Церкви. По имя Иисуса Христа. Что будет уничтожен всякий блуд. Вот. Бог об этом говорит в Иезекиле. Да. Правок Иезекиле говорит о том. Что я вот. Самая. Прощу. Да. Все эти мерзости. Все эти гнусности. И. В общем. Обручу тебя мне навек. Обручу тебя мне правде. И так далее. Вот. Аллилуйя. Слава Господу. Это еще какой-то пророк говорит. Вот. Всякое блудодеяние. Всякое прелюбодеяние. Бог. Он. Он. Наказывает. Тоже. И потом. Когда. Обличает. Да. Блудницу. И прелюбодейку. Вот. Он ее. Прощает. Вот. И. Каждый из нас. Да. Вот. Виновен. Перед Богом. Потому что. Написано. Что даже если в одном. Чего-то согрешил. То значит. Виновен во всем. Поэтому. Не отмазывайся. Не говори. Что. Что я не такой. Не прелюбодей. Никогда. Не изменял жене. Никогда. Не блудил. И так далее. Даже если на женщину. Посмотрел. Сожделение. Все. Это ты уже. Прелюбодейство. Сердце свое. Бог. Рассматривает. Это. Как. Прелюбодеяние. Вот. И. Нам. Единственное. Кто. Тебя. Видит. Чистым. Вот. Это. Иисус. Иисус. Единственный. Посредник. Между Богом и человеком. Это. Человек. Иисус Христос. Который. Умер. За себя. На кресте. Только. Кровь Иисуса. Способна. Омыть. И очистить. Человека. Настолько. Сверкал. Как. Бриллиант. Да. Который. 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 Псалом 261. Давайте откроем. Псалом 261. Давайте откроем. Псалом 261. Твой крепость в жизни моей. Кого мне страшится? Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу. Халлюя. Слава Господу. Если Господь с тобой, то тебе нечего бояться. Слава Иисусу. Халлюя. И вот второй стих о чем говорит. Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Аминь. Ну и так далее, и тому подобное. Если Господь с тобой, ты победитель, даже если война. Понимаете? А если ты надеешься на Господа, то никогда Бог тебя не разочарует. Аллилуйя. Слава Иисусу. А вот. Тебе нечего бояться. Потому что Бог есть свет. Да? И Господь есть свет мой. И спасение мое. Аллилуйя. Слава Господу. Иди ты в твой враг, как мы уже говорили, мой враг – это дьявол. Да? У меня нет врагов. Мир я люблю. Потому что Иисус говорит, я так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своему Единородному. Мы этого Сына с вами благовествуем, проповедуем на весь мир, чтобы все узнали о Спасителе нашему Господе и Свощи Христе. И лично с Ним познакомимся. Аллилуйя. Вот. То, что если человек что-то знает в церкви, так поверхностно, да, но не знаком лично с Иисусом, это никак не поменяет свою жизнь, вот, никак не поменяет его мышление, вот, и никак не избавит его от его всяких, там, не освободит, от всяких, там, непотребств, грехов и так далее. Но Бог лично приходит в жизнь человека, чтобы изменить жизнь человека, радикально изменить жизнь человека, повернуть его совсем в другую сторону, да? Вот. И дать ему смысл в жизни, чтобы человек, его жизнь приобрела совсем другой смысл, чтобы он уже мог с твоим присутствием, да, творить историю, да, и делать что-то великое, вот, что действительно приносит пользу. Аминь. Слава Иисусу. Польза для Царства Божьего. Тот, кто богатеет в Бога, да, тот, кто собирает сокровища в небесах, тот, кто с Иисусом, да, потому что Иисус говорит, кто не со мной, тот просит меня, да, вот, и кто не собирается со мной, тот расточает. Мы собираем с Иисусом. Мы собираем для Царства Божьего. Мы утверждаем для Царства Божьего. Мы утверждаем власть Иисуса Христа. Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Аллилуйя. Иисусу дана всякая власть. Халилю. А если я и Христос одно, то значит, дана мне всякая власть. Аллилуйя. Скажи, дана мне всякая власть. Халилю. Слава Иисусу. Первая Яна 1,5. Давайте скажу. Первая Яна 1,5. И свет во тьме, в свете письма не объяла его. Аминь, слава Иисусу. Свет во тьме светит. Халилю. Знаете, даже буквально то самое то, что здесь временно пока нет электроэнергии в этом, в этой квартире. И после шести вечера, уже даже после пяти вечера, уже темно здесь. У меня нет фобии относительно темноты. Вот. Аллилуйя, Господи, я могу. Потому что Бог и свет. Да? Господь свет мой. Кого мне страшит? Господь крыль по жизни моей. Кого мне бояться? Аллилуйя. Слава Иисусу. Бог моя защита. Моё спасение. Аллилуйя. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его. Потому что Иисус живёт в тебе и во мне. Да? Тьма тебя не может объять никак. Она от тебя убегает. Тьма тебя ненавидит. Аллилуйя. Вот. Но Гиблия говорит о том, что Бог просвещает всякую тьму. Вот. Поэтому тьма, она рассеялась. Вот. Становится светом. Аллилуйя. Потому что Бог так хочет. Потому что я была некогда тьма, а теперь свет в Господе. Аллилуйя. Ты тоже был некогда тьма, а теперь свет в Господе. Аллилуйя. И Бог перевёл из царства тьмы нас. Царство возлюбленного сына Божьего. Скажи. Бог перевёл меня из царства тьмы в царство возлюбленного сына Божьего. Аминь. То есть я теперь нахожусь в царстве Божьем. Аллилуйя. И я живу по законам царства Божьего. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Для меня авторитет – это царство Божье. Халлилуйя. Слава Господу. Слава Иисусу. Так. Первая Иоанна. Ой, Ефесянам 5.8. Давайте откроем. Ефесянам 5.8. Вы были некогда тьма. Теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Аминь. Халлилуйя. Халлилуйя. Это очень интересная. Это очень актуально. Вот. Итак. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Приношение и жертву Богу. Благоухание приятное. А блуд. И всякая нечистота и любостяжание с этой жадной не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также квернословие и пустословие и смехотворство непроличны вам. А напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть, идолослужитель, не имеет наследия в Церкви Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Ибо за это приходит к ней в Божий на цену противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. «Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины». Аминь. Слава Иисуса. Халилу. Видите? Нам нужно наследовать Царство Божие. То есть получать благословение от Царства Божьего. И если человек решит, да, то он не имеет наследия в Царстве Божьей. То есть не получает благословения. Вот. Из-за того, что у него такие грехи есть. Вот. И здесь написано, что сквернословие, да, я знаю, что многие, так называемые верующие, они продолжают сквернословить. Вот. И из-за этого не получают благословения. Вот. И пустословие смехотворца. Неприличный вам. Что значит смехотворца? Это не значит, что ты, ну, там, тебе весело, ты смеешься. Это не грех. Смехотворство отвечает в том, что ты смеешься над тем, что Бог тебе, ну, что в твоей жизни, вот. Ну, смехотворство в том, что ты с сарказмом, вот, например, говоришь о том, что Бог тебе, там, Бог тебе, ага, любит он меня, ага, чего он мне там ничего не дает, там, ну, ха-ха-ха, ну, в том плане, что это и есть смехотворство. Вот. Потому что все равно Бог дает человеку, даже самый-самый, там, последний, это самое, отброс общества, да, у него хоть коробку, все равно Бог ему дает, вот, коробку, чтобы крыться. Вот, потому что дает Господь все равно, потому что он всегда дает, вот. И вместо того, чтобы благодарить, человек начинает заниматься смехотворством, типа, ага, да, помню, ага, я умолюсь, он мне, вон, ну, сколько там уже времени прошло, и все не дает. Ну, это и есть смехотворство, то есть ты не благодаришь Бога за то, что он тебе дает, вот, ну, плюешь, получается, Богу, да, в лицо, и, ну, таким образом ты говоришь, что он тебе ничего не дает, что, ага, ну, ну, и начинаешь там хулить Бога, там, еще что-то в этом роде, вот, это вообще неприлично нам, вот, даже если это в сердце есть у тебя, да, это Бог видит, даже если ты не скажешь о том, вот, вот, и Бог будет, будет работать с твоим сердцем до тех пор, пока до тебя не дойдет, что, что все, что, чтобы ты увидел и прозрел, да, что Бог, оказывается, тебе вон, сколько всего дала, ты просто не благодарил, ты просто неблагодарная, как в миру говорят, неблагодарная свинья, понимаете, я извиняюсь за выражение, но Бог, он не скупился на выражение, он говорил, о, род, ты любодельный, доколе буду терпеть вас, вот, и апостол Павел говорит, ну, о, вы несмысленные галаты, ну, там, как бы, прилично переведено, а на самом деле, он говорит, вот, вы тупые галаты, кто обольстил вас, безмозглые, вот, ну, и, в общем, он, конечно, так, мы, конечно, так не говорим, но это, мягко говоря, сказано, потому что все, что мы имеем, посмотри вокруг, сколько к тебе Господь дал всего, а ты его ни разу за это не поблагодарил, даже за всякую мелочь его, потому что это он тебе дал, аллилуйя, и не смейте, вот, потому что смехотворство, да, неприлично нам, потому что это неприлично, потому что Бог тебя всем благословил, ты вообще живешь в золотом городе, ходишь по золотым улицам, живешь в доме из драгоценных камней, и ты еще, и ты еще, это самое, смеешься, ну, это неприлично тебе, потому что ты и не благодаришь за это, вот, потому что мы, да, помышляем о горнем, о небесном, а не о земном, потому что наше жительство на небесах, мы должны так мыслить, о горнем помышлять, а не о земном, аллилуйя, поэтому я вам и говорю, что это, как ты будешь наследовать такса Божия, если ты сидишь там, знаешь там, что у тебя там, что-то там Бог тебе не дал, вот, блуд, всякая нечистота, ну, блуд, это, понятно, это значит, интимная близость, половая связь, да, без благословения Божьего, вот, и всякая нечистота, вот, это есть, наркомания, курение, там, всякое непотребство, любостяжание, это жадность, да, то есть, должны даже выминоваться, вот, вот, слава Иисусу. Цены противления, это никто не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит вне Божий на само противление, и так, не будьте сообщниками. Пустые слова, это то, что не является истиной, то, что не является истиной, это пустые слова называют, и за это приходит гнев Божий на само противление. Как ты можешь стать сыном противления? То есть, когда ты говоришь против слова Божьего, написано, что ты царственное священство, святой народ, взятый в удел Бога, да, что ты равным Иисусом Христа и целён, вот, а ты говоришь там пустые слова. Вот, ты говоришь, ты говоришь против, ты говоришь, какой я царственное священство, какой я исцелённый, я же больной, вот, и приходит в это гнев Божий на само противление, то есть, когда ты противишься тому, что говорит Господь, Аллилуйя. И поэтому вы были некогда с мать, теперь свет в Господь, поступайте, как чадо света, Аллилуйя, слава Иисусу. Живите в любви, написано. Что такое любовь? Любовь, в 1 Коринфян 13 глава описывается, да, что любовь это совокупность, что если ты там даже тело на сожжение отдашь, а любви не имеешь, то ты ничто, то это всё пусто. Даже северу имеешь такую, что можешь даже горы так двигать, а любви не имеешь, то ты ничто. Вот, написано, любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего, любовь всему верит, всему надеется, всё покрывает, да, и никогда не перестаёт. Но там ещё много чего, что такое любовь, я говорю конкретно, если ты даже вот это вот, ну, и это нам нужно исполнять. Ну, вот в моей жизни вот сейчас, это актуально настолько, ну, вот, что, да, любовь всё покрывает, то есть, если кто-то против меня там грешат, да, против меня делает мне что-то плохо, вот, любовь всё покрывает, то есть, я ли продолжаю любить, несмотря ни на что, вот. Любовь всему верит, любовь всему верит, ну, вот, мне там обманывают, 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 много раз обманывают. Иисус знал, когда его обманывают, позволял это делать всё равно, вот, и всё равно продолжал любить, да, и любовь всему верит, написано. Я продолжаю верить, 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 ну, лучше верить в то, что, потому что, каким образом Бог, он же как скала непоколебимый, он остаётся любовью, несмотря ни на что. Там его пытаются как-то сделать ему, ну, там, заставить его там что-то сделать такое, что не присуще Богу, но это, ну, никак не получится ни у кого. Они зубы свои все обломают об Него, вот, но Бог останется с любовью всё равно, вот. Вот, любовь всё покрывает, всему верит, всему надеется, всё переносит на них, всё переносит на них, всё переносит, написано. Аллилуй. Слава Иисусу. Кто-то, любовь поселилась в себе, не во мне. Иисус Христос. Дух Святой, это любовь, да, Божия, издевает сердца наши. Духом Святым, данным нам. Вот, настолько Бог любит нас и доверяет нам, что дал нам Духа Святого. И это Дух Святого всё покрывает, на любое. Всё переносит. Вот если бы не было у меня Духа Святого, я бы не смогла перенести ничего из того, что происходит, происходило в моей жизни, в всю мою христианскую жизнь, что-то там неприятное происходило. Вот. То это формировало мой характер Иисуса. Понимаете? Вот. Такой характер, который может переносить всё и оставаться. Ну, держать, как бы, себя в руках. Вот, написано, да, что владеющий собою, вот, долготерпеливый, лучше храброго, написано. Любовь долготерпеливый. Любовь долготерпеливый. Я уже говорила, что наша цель, да, чтобы... Моя цель, моя цель, это Бог, но моё желание, потому что этого хочет Бог. Если это захочет Бог, значит, этого хочу я, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аллилуйя. Слава Иисуса. Пусть каждый из нас этого захочет. Как было бы хорошо жить, да, среди таких людей спасённых, достигших познания истины. Вот. И был бы рай вокруг нас. Мы бы были вообще, жили бы, вот. Аллилуйя. Слава Иисусу. Я живу припеваючи, Аллилуйя. Потому что я мыслю себя на небесах. Я думаю о горне, Аллилуйя. Духовный судит обо всём. Душевный не принимает, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумие. Вот. Но мы... Но духовный судит обо всём. А мы имеем ум Христов. Аллилуйя. Скажи, я имею ум Христов. Аллилуйя. У меня мудрость, ходящая свыше. Аллилуйя. Слава Иисусу. Я была некогда тьма. Теперь свет в Господе. Я не отдельно от Господа. Я свет в Господе. Аллилуйя. Господь во мне свет. И ещё я свет в Господе. Я света в Господе. Да, что меня зовут Света. Аллилуйя. 1 Фессалоникийцам 5.5 1 Фессалоникийцам 5.5 Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Аминь. Здесь имеется в виду, что ночь – это плохие дела, поступки. Вот, а не сама вот это вот время сутра, ночь там. Вот. Ведь мальдисе имеется в виду, что всё плохое. Все, ну, всякая нечесть, все грехи, там, проклятия и так далее. А мы все сыны дня. Мы сыны света и сыны дня. Мы все вы сыны света и сыны дня. Аллилуйя. Мы не сыны ночи и тьмы, а не вы. Аллилуйя. Слава Иисусу. Иоанна 1.4.9 Иоанна 1.4.9 В нём была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет в отместитель, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. И он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. То есть, обо мне. То есть, обо мне. Как свету здесь написано, понимаете? На свете. Свет со главной буквой написано. Это про меня. Аллилуйя. Про меня и про тебя. Скажи, я свету, Господи. Чтобы свидетельствовать о свете. Дабы все веровали через него. Вы веруете в Бога через свету, через меня, Аллилуйя. Был свет истин, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Я вас просвещаю. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Это про Иисуса. Иисус живёт во мне. Скажи, Иисус живёт во мне. Свет во мне. Аллилуйя. Я свет. Я с Богом одно. Я свет. Сам Иисус сказал, вы свет миру. Аллилуйя. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Аллилуйя. Бог называет тебя городом, понимаете? Золотым городом, стоящим на вершине горы. Аллилуйя. Слава Господу. Вы знаете, написано про камень, который оторвался от горы. И разбил Истукана. И стал горою. И наполнил землю всю. Написано. Аллилуйя. Истукан – это все власти, которые были. Виолетта, я проповедующая. Можешь похоже позвонить? Сегодня? Не знаю. Посмотрим. Куда-то уйти тебе надо. Перезвони. Ладно, потом. Ну, мне сейчас проповедовать надо. Ты прям позвонила. Вот, и наш камеру стоит. После шести позвони. Угу. Давай, пока. Не извиняюсь. Доченька моя позвонила. Аллилуйя. Слава тебе, наш Иисус. Слава тебе, наш Господь. Аллилуйя. Первая Иоанна, 1-4-9. Так. Иоанна, 14-я глава, 30-й стих. Давайте еще открываем. Иоанна, 14-я глава, 30-й стих. Иоанна, 14-я глава, 30-й стих. Иоанна, 15-я 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 глава, 30-й стих. О сатане, да, потому что это разговор был с учениками, вот, о том, что ему предстоит идти на Голговский крест, то есть он должен претерпеть, ну, вот, казнь, посрабление, вот, муки тяжелейшие, вот, издевательства и так далее. И он был разговор с учениками, то есть идет князь мира, идет сатана, да, и Иисус говорит, что он во мне не имеет ничего, то есть дьявол не имеет ничего в сыне Божьем. Слава Иисусу! И Иоанна 8, 12 Иоанна 8, 12 Опять говорил Иисус к народу и сказал, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Аминь. 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 Хорошо, когда Иисус, да, и тебе видно хорошо, где грязь, вот, где чисто, где грязь, потому что когда ты в темноте, там не видно, не было видно грязи, когда человек в темноте, когда там не видно, что у тебя то не так, а это не так. Тебе кажется, что ты хороший такой, что ты прям вообще, вот, но когда ты встретился с Иисусом и увидел себя глазами Бога, вот, ты увидел тут, тебе надо обтесать здесь, обтесать тут, о-о-о. И не только внешне, внешне, да, то, что видно другим людям, но самое главное внутренне, то, что люди не видят, то, что ты скрываешь и сам от себя, а Бог это все вылазит снаружи, и ты понимаешь, кто ты, вот, и обычно настоящий человек это тот, который остается один на один, самим собой, когда никого нет. Вот, вот, вот это ты настоящий, когда никто за тобой не смотрит, это ты настоящий, вот, и ты понимаешь, да, что, насколько Бог милостив был в тебе. И, знаете, вот, те люди, которые сильно грешит, ну, вот, у которых много грехов, ну, вообще, кому Бог больше грехов простил, они больше любят Бога и лучше служат Богу, чем те, которые, ну, там, ну, по мирским меркам, да, ну, хорошие люди, вот, считают. Вот, и так далее, они так Богу не служат, они не любят его так сильно, как те, которым много прощено. Вот, если тебе простили 50 рублей, да, ну, или, или 50 миллионов, вот, простили. Вот. Кого ты будешь больше любить? Того, кто тебе 50 миллионов простил, или того, кто тебе 50 рублей простил? Вот. Конечно, ты будешь любить того, кто тебе 50 миллионов простил. Вот. А мы Богу больше должны, чем 50 миллионов. Вот, были. Мы должны ему за то, что он сына своего отдал на смерть. Вот сколько мы ему должны. Вот. И когда я приняла Иисуса, я посвятила ему свою жизнь. Потому что Бог посвятил свою жизнь мне. Аминь. Он отдал мне своего сына. Аллилуйя. 1 Петра 2.9 Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые у дел, дабы возвещать совершенства призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь. Видите, чем я занимаюсь? Я возвещаю совершенство, призвавшего меня в чудный свой свет. То есть, я возвещаю вам всем, насколько Бог совершенен. Аминь. И вот это совершенство Бог хочет, чтобы все увидели во мне и в тебе этого совершенного Бога. Аминь. Поэтому Бог говорит, да, любите врагов ваших. Благословляйте гонящих вас, ненавидящих вас. Вот. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Аминь. Аминь. Вот чем совершенство. Легко любить того, кто тебя любит. А попробуй любить того, кто тебя не любит. Чтоб тебя ненавидит, кто тебе пакости делает. То есть, совершенство в том и заключается, чтобы любить того, кто тебе пакости делает. Понимаете? Вот. И так не будет всегда. Человек, он либо погибнет, либо меняет. Потому что, если он не подвергается очищению от Бога, то он либо погибает, либо он становится чистым. Аминь. Слава Иисусу. Иисус что сказал? Если не поверить, не уверовать, что это Я, если вы не уверует, что это Я, вы погибнете во грехах ваших, потому что то, что я говорю, говорит Господь. Аминь. Матфея 25, 29. Матфея 25, 29. Матфея 25, 29. Во всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется то, что имеет. Аминь. Слава Иисусу. Видите? Я имею Сына Божьего, скажи. Я имею Сына Божьего. Аллилуйя. Если у тебя есть Сын Божий. Тебе прилагается все. Аллилуйя. Слава Иисуса. Хорошо, если ты не имеешь Сына Божьего, ты потеряешь все. Аминь. Потому что имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Аллилуйя. Верующий Сына Божьего имеет жизнь вечную. А не верующий Сына Божьего не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Скажите. Вы настолько мудрые, да, чтобы принять Иисуса и сказать. Я имею Сына Божьего. Я имею вечную жизнь. Я имею Сына Божьего. Я имею вечную жизнь. Аллилуйя. Я уже сейчас имею вечную жизнь. И мне все приложится. Потому что имеющему дано будет. А он не имеющий отнимется то, что он думает. Аминь. Потому что если у тебя есть Сын Божий, то у тебя есть все, за что Бог начинает тебе давать, 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 давать. Только давать и никогда не забирать ничего. Если ты не имеешь Сына Божьего, то все, что тебе Бог дал, все, что у тебя есть, оно у тебя отнимется. Не Богом. То есть ты все потеряешь. Вот. Поэтому слава Богу, что у меня есть Сын Божий. Аллилуйя. Харалю. Никто меня не отлучит от Сына Божьего. Аллилуйя. Знаете, когда венчание было у меня, Сын Божий, Михаил Геннадьевич Пасынков, он сказал, я Сын Божий, Михаил Геннадьевич Пасынков. Пасынков. Первого жены, Ким Святом Сергеевым, обещает, в лицо Всевышнего Бога нашего Небесного Отца и Господа Иисуса Христа, да, разделять Того, любить Тебя, имея честь быть верным, любить Тебя и быть верным, и разделять Твое благословение небес, благословение и торжество небес. И никто не отлучит нас друг от друга во веки веков. Потому что никто меня не отлучит от Сына Божия, вы понимаете? Аллилуйя. Во веки веков никто не отлучит меня от Сына Божия, потому что Он есть любовь. Аллилуйя. От любви в Божии никто меня не отлучит. Аллилуйя. Оставайся любовью Божьей, которая все покрывает. Аминь. Давайте с вами споем песню молитву. Она родилась. Она называется «Ничего не иметь». 10 сентября родилась она 2021 года. Сына Божья. Спивайте со мной. Бог и свет, и нет в тебе никакой тьмы. Бог и свет, и нет в тебе никакой тьмы. Дьявол ничего не имеет в тебе, дьявол ничего не имеет в тебе. Дьявол ничего не имеет в тебе, дьявол ничего не имеет в тебе. Дьявол ничего не имеет в мне, дьявол ничего не имеет в мне. Дьявол ничего не имеет в тебе, дьявол ничего не имеет в тебе. Дьявол ничего не имеет в тебе, дьявол с тобой. Слава тебе, нашим Богом, Отец. Моя света, нет в помне никакой тьмы. Аллое! Проглашайся, Грюцер. давайте еще поразмышляем то что необходимо нам марка 1520 темнота нам не страшно моя самооценка не становится ниже из-за того что свет не попадает на моё лицо и благодаря тому что я имею самооценку Божью скажи если свет этого мира не попадает на моё лицо главное чтобы свет Божий попадал и Бог говорит я вновь увижу вас и радости ваши никто не отнимет у вас скажи Бог ты видишь меня и радости мои никто не отнимет у меня кстати слова новой песни которая скоро родится марка 1520 когда же насмеялись над ним сняли с него багряне садили его в собственные одежды и вы повели его чтобы распять его марка 1520 ну здесь описывается о том что Иисуса его распять да перед тем как его распять над ним смеялись над ним смеялись одели багряне ну багряне считается царская одежда да вот но они сняли с него багряне садили его в собственные одежды и вы повели его чтобы распять его это делали ремки воины они смеялись над ним в общем клевали там издевались над ним избивали его глумились над ним как только могли это все заслужил скажи это все заслужил я но слава Богу что не я это все терпел да вот за меня претерпел колец Иисус вот и вы знаете даже вот то что в нашей жизни там какие-то скорби проявляются да скорби есть но Бог настолько сделал щит да мой щит он мне сделал анестезию такую что ну не так больно как если бы было без анестезии знаете вот и действительно что ну я просто надеюсь упавая на него я просто черпаю радость в нем я просто черпаю в нем любовь я научилась этому просто когда я я это мужчине научилась еще несколько лет назад то я была почти такой ситуации вот и я так не проходила безболезненно как это сейчас то есть тогда я прям впала в уныние в депрессию ну очень страдала очень плакала рождала много-много-много-много вот еще был период когда я вообще рождала своими днями там еще давно это было в общем еще в 2010-2008 вот так вот это были годы когда я вот прям рождала 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 плакала рождала плакала рождала плакала то есть я не могла пройти ну вот так вот уповая надеюсь на Бога у меня были какие-то там претензии Бог какие-то жалобы ну как бы я боялась Бога в то же время как бы его ненавидела за то что со мной происходило вот но сейчас все изменилось вот я сейчас понимаю что не Бог мой враг понимаете потому что мышление поменялось вот поставил мозги на место вот просто я понимаю да кто мой враг вот что я должна сама отражать эти стрелы лукавого а когда ты впадаешь в уныние у тебя ты сам не берешь все оружие Божие не пользуешься им просто а нужно пользоваться да чтобы отражать эти атаки вот но если ты сам ленишься и не отражаешь сидишь ноешь там и это сам в унынии да не отражаешь не берешь не одеваешь во все оружие Божие вот и ленишься вот чтобы тебе нравится вот это все это боль вот это боль пожалеете меня и так далее там какое несчастье вот там все жалеешь не будет этого уже со мной так понимаете вот я буду радоваться никто не украдет мне мою радость моя радость не зависит от внешних обстоятельств только от Бога радость моя в Господе моего я прекрасница и женщина и как я уже говорила что Бог не лишает меня супружеского сожительства даже когда у меня не было физического мужа мне все равно Бог не лишал мне супружеского сожительства вот об этом я в свидетельствах желал что у меня личные отношения с Богом романтические интимные близкие халю слава Иисусу так деяния 1 4 деяния 1 4 откроем халю я 5 и собрав их он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима но ждите обещанного от отца о чем вы слышали от меня 0 это Иисус собрал всех своих учеников и сказал им чтобы они ждали обещанного от отца и святого духа так что ни на кого еще дух святой тогда не сходил вот а были они просто крещены во имя Господа Иисуса Христа а Духа Святого на них еще не было вот но если ты крещен во имя Господа Иисуса Христа на Духа Святого на тебе еще нет то призови Духа Святого скажи крести меня Господь Духом Твоим Святым аминь Деяния 9.17.18 сейчас фонарик включу и вытесли и тогда и вытесли и тогда 7.17.17 аминь я пошел и зашел в дом и возложив на него руки сказал брат Саввул иисус явишься на пути к которому ты шел послал меня чтобы ты прозрел и исполнился цветов Духа аминь Слава Господу. Это один из учеников Иисуса, да, получил откровение от Бога, чтобы пойти возложить руки на Савла, который потом стал апостолом Павла. Да? Господь Иисус, явившийся тебе на пути, в котором ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел Иисус Святого Духа. То есть Анания уже знал, да, что вот ему стал, значит, встретился лично Господь и ослепил его. А Анания должен был пойти и исцелить его. Вот. Через руки Анании, значит, Господь исцелил Павла, чтобы тот разлил и исполнился Духа Святого. Аллилуйя. То есть, когда человек исполняется Святым Духом, у него зрение улучшается. Знаете, если у вас есть проблемы со зрением, начинайте исполняться Святым Духом. Аллилуйя. Вот. Потому что это, ну, все взаимосвязано. Ну, и в том числе слепота духовная. Когда человек не видит Бога, когда человек не видит вообще все, что Бог делает. Вот. Когда он слепой, он не видит, что Бог ему дал. Говорит, что Бог ему ничего не дал. Хотя Бог ему все дал. Вот. И дает, и дает. Он все ворчит и ворчит. Говорит, что ничего не дал. Это слепота духовная. Говорит, что прозрели глаза, нужно исполнять Святым Духом. Скажи, исполни меня, Господь, Святым Духом своим. Аминь. Деяние 19, 11, 12. 19, 11, 12. Деяние 19, 11, 12. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки, а пояс они с тела его, и у них прекращались болезни, и звезды в духе выходили из них. Хажали вы. Стало Горстов. У меня недавно был случай, что я шла домой, и вот в подъезде сидел парень, вот, со сломанными ножами. Вот. Включался, и она уже была ночь, это, наверное, 4 час ночи, или 3 час ночи. Светлана ходит по ночам, ничего не боится, потому что у нас Господи. Ну, вот так вот я шла домой. Вот. Ну, и он там стонал, скоро приехал ему, еще до того, как я его увидела, ну, вот молодой парень, сидел стонал, ну, выпивши. Вот. Я стала за него молиться, подложила ей руки, вот, он перетискал, что верит в Бога, что он придет, вот. Ну, он был в шоке, видно было, что в шоке, он болтал в безумовку, короче. Вот. Я подложила на него руки, а он где-то вот на тридцем этаже, вот в десятой квартире, вот я в пятой, но ему нужно было в десятую, а он на термом этаже там был. И, в общем, я помолилась за него, возложила руки, ну, вот, сказала Господь. Ну, вот. И, ну, почувствовала, что боль ушла, то, что у меня была сильная боль, и вот он аж стонал, орал там. Вот. Уже была ночь, он все орет и орет. Ну, и, в общем, я помолилась, я возложила руки, думаю, надо использовать те дары, которые Господь дает. И боль у него утихла. В общем. Ну, я молюсь за полное исцеление. Бог, конечно, исцелит, вот, постепенно, да. Иногда сразу исцелять, иногда постепенно. Ну, то, что вот было, то, что боль ушла. Вот, когда я возложила руки, я на него молилась, молилась. Вот. Потом, значит, забрался туда, вот. Ну, и таким образом Господь использовал меня в этом случае. Вот. Я сказала, не надо ко мне приходить, ты должен прийти к Богу. В смысле, потому что люди, когда обычно идут в церковь, они говорят, я иду там к Роми, я иду там к Ирии, я иду к Свете. Вот. А надо говорить, я там, я иду к Богу. Когда ты идешь в церковь, ты идешь к Богу. Ты идешь к Иисусу. Аминь. Вот. Так что, когда вы приходите сюда, если вы хотите приходить сюда, вы приходите к Богу. Вы не приходите ко мне. Аминь. Потому что я это Бог, а Бог это я. Аминь. Слава Иисусу. Так. Конечно, мы должны достигнуть такой славы, да, чтобы, вот, даже, если платки и там на больнице, и опоясанность тела, у них прекращать болезнь, и злые духи выходили из них. Вот. То есть, твое присутствие, оно должно, написано, что нечестивые не устоят собрания праведников. Понимаете? Не могут они устоять собрания праведников. Вот. Поэтому, кто не от Бога, тот не слушает нас. Только те, кто от Бога, те слушают нас. Аминь. Я извиняюсь, я прошу прощения, что я свечу в лицо. Так. Деяния. 28.3.8 Деяния 28.3.8 Так. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя от жара, повисло на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке змею, говорили друг другу, верно, этот человек, убийца, когда его спасшиеся от моря, Суд Божий не оставляет жить. Деяние 3.8. Ага. Но он встряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долгое види, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Аллилуйя. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложив на него руки свои и целил его. Слава Иисусу. Слава Горсту. Видите, через возложение рук. Иван Геотмарка написано, что у верующих меня будут сопровождать и знамения. Именем моим будут изгонять бесов, если что смертоносное будет неповредитым. Лука 10, 19. Все даю вам власть наступать на змей-скорпионов и на всю силу вражи и ничто не повредит вам. Аминь. Это Бог дает мне такую власть. Наступать на змей-скорпионов и на всю силу вражи. Змеи-скорпионы это дьяволы, демоны, бесы. Это нечисть, которая заставляет людей грешить, делать всякие непотребствия и так далее. Всякие внушности, мерзости. И так далее. Сей вражду. Они все под нашими ногами. Власть наступать на змей-скорпионов. Ничто не повредит вам. Аллилуйя. Слава Иисусу. То есть у нас есть такая власть. Если ты сидишь, ноешь и говоришь, о, дьявол-то меня это самое. Бросай его в озеро огненное сразу. И все. Аллилуйя. Откровение 9.3. Если не хочешь в озеро огненное, если тебе его жалко в озеро, под ноги свои. Аллилуйя. Откровение 9.3. Откровение 9.3. Из дыма вышла старанча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челе акции». Аллилуйя. Слава Господу. Скажи, я имею печать Божьей на челе свою. То есть, мне не повредит ничего. Аллилуйя. Слава Господу. Здесь описывается, да, та самая казнь. Вот. Вот, в Откровении Богослова, что случится с людьми, которые не покорились истями, которые не покорились Иисусу. Что с ними будет? Вот. Поэтому очень важно покорись Иисусу, покорись Богу, пока не поздно. Аминь. И Евангелие от Марка я сейчас вам зачитаю. Самое важное, что И сказала, идите по всему миру. 16 глава, 15 по 20 стих. И сказала, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать все знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что, смертоносное выпить, не повредить им, возложить руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь, после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесной Бога, а они пошли и проповедовали везде перед Господним содействием и подкреплением слова со следующими знамениями. Аминь. Аллилуйя, Иисус. Это то, что Бог дает нам власть. Аллилуйя, слава Иисусу. Ты изгоняешь бесов? Изгоняю. Говоришь новыми языками? Я говорю новыми языками. Аллилуйя, будут брать змеи, если. Ты же взял какую-нибудь змею себе? Выражение такое есть. Ты крил на шее змею себе. И будешь брать змеи, то есть тебе не будет никакого вреда, даже если змея с тобой рядом будет жить. Вот. Если что, смертоносное выпьешь, тебя не повредит. Аллилуйя. Кстати, я вот уже такой второй год, я вот вообще не знаю, такие грибы, знаете, в лесу, вообще не знаю, какие-то едобные, какие-нибудь едобные, но вообще вот обстоятельства в этой жизни сложились, что вот мне понравится грибы собирать, я там собрала грибов, и я вот, знаете, наугад, я вот даже не знаю, вот в прошлом году я вот замариновала, и короче, я их всех съела. так видите, я не отравилась, и даже если они там были, ну, естественно, единственное, что мухомор это точно ядовитый гриб, и как бы он такой красный, он такой яркий, вот, конечно, мухоморов там я себе не наварила, но в этом году, короче, я тоже там замариновала грибы, вот, ну, я там тщательно там солила, там их морозила, короче, их варила там долго, вот, еще мариновала их там это самое, промывала там все долго-долго-долго, короче, там, вот, ну, ради, короче, ради на всякий случай, вот, ну, вроде выглядит нормально, как съедобное, ну, я знаю, что не съедобное, и вы знаете, что, да, может даже Бог сделать так, что ядовитое станет нормально, но в Ветхом Завете даже был такой случай, что яд был, да, там, в какой-то вареве, и просто пророк взял щепотку соли туда и кинул, и все, оно стало, ну, уже съедобным, все ели, нормально, вот, тем более по-новому завету, тем более по-новому завету, мертоносность не повредит, написано, если написано не повредит, значит, не повредит, что не говори там, что это же, вот эта еда, плавка, это еда вред, это, это вредно, это, когда ты ешь, просто благословляй пищу и ешь, аминь, благодарить Бога и все, что он дает, хоррагивает. Слава Господу! Слава Иисусу! Давайте-ка мы споем. Песня-молитва называется «Чи из знамения». «Чи из знамения». Буду изгонять, и со всеми нем твоим буду говорить новыми языками, возложу я руки на больных, и они будут здоровы, буду наступать на смерть крапионов и на всю силу вражию буду разместить, если выпью смертоносная не повредит мне. Смерть крапионов не повредит мне. Смерть крапионов не повредит мне. Буду сопровождать и все из знамения при Господнем садить и постреблению. Буду вошедшись. И и они будут здоровы, будешь наступать на смерть крапионов на всю силу вражию будешь брать смертоносная Не повредит тебе, смеха носная, Не повредит тебе, смеха носная, Не повредит тебе. Волосы кроватят и знамения, При Господнем садится и покреплений. Гоняю бессмы, меня мы с душа, Говорю я новыми языками, Подлагаю руки на больных, И они здоровы. Наступая змеи, Скорпионов, и нам сунг, Силу вражию, буду брать змеи. Если выпьет смеха носная, Не повредит мне. Смерть на носная, Не повредит мне. Смерть на носная, Не повредит мне. меня сопровождают и а и 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 Говорим новыми языками, возлагаем руки на планы, и они здоровы. И вгоняем, наступаем на змей, и скорпионов, и на всю силу врачию берем змей. И если вымем, смертоносное не повредит нам, смертоносное не повредит нам, смертоносное не повредит нам. Нас сопровождают и знамения, при Господе станет в их покреплении. Возложите руки на мои руки. И вам видно, возложите свою руку на мою руку. И потом возложите эту руку на больное место. Получайте свое исцеление. По имени Иисуса Христа. Ничто смертоносное тебе не повредит. Даже если змея живет рядом с тобой, тебе не повредит. За что верующих сопровождает эти знамения. А для вас. Наоборот, принесет пользу. Сделай тебя золотом очищенным, алмазом ограненным, бриллиантом со всеми гранями, которые сверкают. Аллилуйя. Нет ни одного темного места. Слава Иисусу. Давайте мы помолимся. Будем молиться за пожертвования, за финансы. Дорогой Небесный Отец, я благодарю тебя за все пожертвования, за все твои благословения. Благодарю тебя, Господь. Вот, я благодарю тебя, Иисус, за финансы. Молилую, которую ты даешь для нашей Церкви во имя Иисуса, чтобы твоя Церковь жила, для того, чтобы Церковь служила тебе, продолжалась жить. За все возможности, которые имеет наша Церковь, для того, чтобы распространялась Церковь Божия по всей вселенной во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Чтобы Церковь Божия, она умножалась во имя Иисуса, чтобы власть Христа и Церкви утверждалась. Власть моей Церкви, власть Христа и Церкви через мою Церковь во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Халлилуйя. Ибо что, да, какое пользу принесет человек, если приобретет из мира души свои повредит. И поэтому мы молимся за свою имя Церковь во имя Иисуса Христа, чтобы все ресурсы, которые есть, для того, чтобы твоя мечта, твое желание исполнилось. Чтобы все люди спасли, все достигли познания Иисуса Христа, и вспомнили во имя Иисуса Христа. Все ресурсы, которые необходимы во имя Иисуса, для того, чтобы это произошло, пусть они будут в нашей Церкви во имя Иисуса Христа. Чтобы действительно твое желание исполнилось. Халлилуйя. Чтобы все полюбили тебя, достигли познания Иисуса. Халлилуйя. Все спасли моего плава Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, что все мое – это Твое. Все Твое – это мое. Халлилуйя. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Ты великолепный мой Царь. Я всемогущий Бог. Халлилуйя. Спасибо Тебе, возлюбленный мой, который лучше всех. Халлилуйя. И мой муж Михаил Геннадьевич Пасынков – это возлюбленный мой, который лучше всех. Который в Тебе, Господь. Которого Ты ведешь. Которого Ты освящаешь, очищаешь, омываешь, милуешь. Прощаешь. Халлилуйя. Любишь. Укрываешь все его грехи. Все его очищаешь. Во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Одеваешь на него царские одежды. Ферстень на руку. Во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. И используешь его во славу Свою. По всей вселенной. Халлилуйя. Распространяйте Твое Царство, Господь. И могущество, и силы через наше служение Тебе. Во имя Иисуса. По всему миру. Во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Слава Тебе, Господь. Ты великолепный мой Царь. И святой мой Небесный Отец. Халлилуйя. Все будет так, как я хочу. Все будет так, как я сказала во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Все будет так, как я говорю. Халлилуйя. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за все. Халлилуйя. Да распространяйте Твое Царство. Все таланты, все, что Ты мне дал, Господь. Все из пользы, Господь. Все умножай во имя Иисуса Христа. Делай это качественным. Делай это более эффективным. Во имя Иисуса. Во славу Свою Господь. Халлилуйя. Я благодарю Тебя, О Небесный Отец. Спасибо Тебя, мой Святой Бог. Могущий Бог. Все мое – это Твое. Все Твое – это мое. И мы будем наследовать Царство Божие. Потому что мы непорочная церковь. Беспечная беспорока. Во имя Иисуса. Ты очистил нас от всякого непотребства, всякого блуда, любо деяния, любо стяжания. Ничего этого нет у нас. Это что мы святые непорочные в Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Господь, девственники, которые следуют за Тобой туда, куда бы ты ни пошел. Во имя Иисуса. Халлилуйя. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, мой Бог Небесный Отец. Спасибо Тебе. Пусть жизнь Твоя течет. Река жизни следует, как ресталл, течет. Во имя Иисуса Христа. Чьи из моей жизни во имя Иисуса. Чьи из жизни моего супруга во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Чьи из жизни Твоего моего рода. Всей моей церкви, всех, кто слушает меня, всех подписчиков моих, тех, кто слушает меня в соцсетях во имя Иисуса Христа, тех, кто знает меня, кто не знает меня, всех друзей, врагов, одноклассников, вышеколег по работе, соседей во имя Иисуса Христа, всего круга моей жизни, друзей и врагов, и знакомых, и родственников, чтобы все они увидели славу Твою, авторитет Твою имя Иисуса Христа, Твою могущество и силу Твою славу через мою жизнь и жизнь моей церкви во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я разбиваю истуками во имя Иисуса Христа. Я камень, который оторвался с горы и разбил истуками, стал горою и наполнил землю все. Во имя Госта Иисуса Христа. Аминь. И, Отче наш, закончено сегодняшнее богослужение, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да пришло Царство Твое, да и есть поле Твоя, на земле, как на небесах. Хлеб наш, насущный, дал нам на сей день и простил нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. И не вел нас в искушение, но избавил нас от лука овы, ибо Твое и Царство, и Сила, и Слава Вечем. Аминь. Слава Иисусу. Будьте благословенны и драгоценны. Будьте благословенны. Слава Иисусу. Я с вами не прощаюсь, как только вы пошевелите пальцем. Вот, я с вами. Наша церковь служит Господу круглосуточно, 7 дней, недели, 24 часа в сутки. Слушайте мои проповеди, слушайте мои песни молитвы. Во имя Иисуса Христа, приближайтесь к Господу, во имя Иисуса. Становитесь с Ним одно. В своем разуме, потому что так, потому что истина в том, что вы с Ним одно. Мы все одно. Мы все во всем. Аллилуйя. Потому что Бог все во всем. Я это Бог, а Бог это я. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Продолжение следует. Продолжение следует...